Музыка Вчера состоялось очередное заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной политики. Депутаты рассмотрели проект решения Думы о внесении изменений в положение о гарантиях магаданцах, работающих в муниципальных учреждениях. Так, руководитель правового управления мэрии областного центра Лариса Поликанова предложила расширить перечень неработающих членов семьи сотрудника, имеющих право на оплату один раз в два года проезда в отпуск за счет работодателя, дополнив его совершеннолетними детьми, обучающимися в общеобразовательных организациях. Во время голосования все депутаты решили поддержать этот проект. Также обсудили вопросы о безопасности и состоянии школьных автобусов. Семь автобусов мы получали в период с 2017 по 2019 год, эти автобусы по 34 посадочных места. Один автобус получен в 2019 году, у него тоже 34 посадочных места. Один автобус в 2020 году, 26 посадочных мест. И в 2020 году еще один автобус, это «Газель», он небольшой, 18 посадочных мест. И есть один автобус, который 2014 года, ну это хорошо проходимый автобус, 4ВД, используется для работы в зимний период на Уктарь и Соколе. Подвоз учащихся производится по 7 маршрутам к 10 образовательным учреждениям. Все автобусы комфортны и соответствуют требованиям ГОСТ. Оснащены необходимым оборудованием, а также вся деятельность полностью лицензирована. На весь школьный транспорт оформлены страховые полюсы ОСАГО. За период 2020-2021 год не было зарегистрировано ни одного случая ДТП, где поприсутствовал школьный автобус. Административно-техническая инспекция мэрии Магадана продолжает вывоз и снос незаконно установленных объектов. Перечень построек, подлежащих сносу, прежде всего определяется необходимостью произвести какие-либо ремонтные работы. Например, замена теплосети, благоустройство территории или ремонт водоканала. Также снос производится там, где собираются возводить новые строительные здания. Таким образом, сегодня сотрудники КЗХ демонтировали и вывезли сарай и гараж на переулке Библиотечный, согласно постановлению мэрии Магадана. Эти объекты, которые у нас имеются, материал давно уже оформленный, собранный. Ну и настало время и вывозим эти гаражи и производим снос. Связано это с тем, что в ближайшее время, в принципе, здесь будет произведено благоустройство, приведена территория в надлежащий вид, просьба граждан озаботиться и в ближайшее время, кратчайшее, так скажем, принять меры к вывозу своих объектов. Иначе мы придем, мы вывезем, и это будет проблематично уже. Ну, то есть бюрократично, это бюрократически придется писать заявление, подтверждать свою принадлежность к гаражу. Это достаточно сложный и долгий процесс. За прошедшие 8 месяцев было снесено более 350 строений. В основном это были гаражи и сараи. До конца года планируют снести еще около 150 объектов. Производить снос планируют в наиболее актуальных районах города. В связи с проводимым там ремонтом и благоустройством, а именно по улице Арманская, 49, Приморская и Энергостроителей. В «Металлисте» провели пресс-конференцию, на которой рассказали о всероссийской социальной компании «Твой ход пешеход». Она пройдет в рамках реализации федерального проекта БКД и безопасность дорожного движения. Компания направлена на повышение безопасности пешеходов и снижение их смертности. В текущем году на территории Магаданской области отмечен рост дорожно-транспортного травматизма с участием этой самой незащищенной категории участников дорожного движения. Так, за 7 месяцев произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, при которых 17 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и 3 человека погибли. В прошлом году эти цифры составили 9 дорожно-транспортных происшествий, то есть существенный рост мы имеем. Из количества пострадавших лиц шестеро – это несовершеннолетние дети. Основная идея компании – развить безопасное дорожное пространство. Для этого нужно привить ответственность и понимание рисков и пешеходам, и водителям. Ведь наиболее частая причина ДТП – невнимательность всех участников движения. Специалисты постоянно проводят различные акции, направленные на профилактику правонарушений. Госавтоинспекцией на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на пресечение, выявление и профилактику административных правонарушений, которые способствуют совершению дорожно-транспортных происшествий с данной категорией участников дорожного движения, именно с пешеходами, в том числе несовершеннолетними. Мы выходим в автотранспортные предприятия, беседуем в коллективах, проводим разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений, как среднего образования, так и более старшими, потому что особенно уделяем внимание учащимся старших классов, потому что в недалеком будущем многие из них станут водителями. На этапе подготовки проведения кампании специалисты разработали комплекс тематических обучающих и профилактических мероприятий для педагогов, водителей, родителей и детей. Встречи в онлайн и офлайн форматах проведут с участием жители 15 регионов. В каждом запланировано около 180 различных акций, семинары, консультации, игры организуют в автошколах, парках, а также торговых центрах. Там также вас будет ждать наш педагог-аниматор, где будет установлено вот такое оборудование с четырьмя вращающимися кубами. Здесь тоже в интерактивной форме мы общаемся с пешеходами, выстраиваем верный алгоритм, переходы регулируемым пешеходным приходом, нерегулируемым пешеходным, как правильно двигаться вдоль обочины. Собственно, все по окончанию получают подарки. По итогам реализации проекта «Твой ход – пешеход» проведут исследования об эффективности компании. Также специалисты примут решение о дальнейшей работе в регионах. Продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года», который стартовал 17 июня. Он проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. Основными задачами этого конкурса являются выявление и поддержка наиболее активных добровольцев среди молодежи и улучшение их личностных качеств. К участию принимаются молодые люди от 14 до 35 лет, добровольческие отряды и руководители любых волонтерских объединений, действующих на территории Магадана. Сам конкурс проводится в три этапа. Документы на конкурс принимаются до 15 ноября по адресу улица Горького, 16, кабинет 415. Затем с 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций, добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. И с 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемонии награждения. Также за справочной информацией можно обратиться по телефону 200-733. 1 сентября по 1 декабря пройдет розыгрыш среди колымчан, которые успешно прошли вакцинацию. Согласно постановлению, в период проведения эксперимента разыграют уникальные номера регистрированных записей о вакцинированных лицах, зарегистрированными в Российской Федерации. Всего предусмотрено 1 тысяча денежных призов по 100 тысяч рублей каждый. При проведении розыгрыша используется генератор случайных чисел. Это компьютерная программа, которая обеспечивает выбор уникальных номеров. Призер в течение трех месяцев со дня проведения розыгрыша должен будет указать в личном кабинете на портале Госуслуг номер своего национального платежного инструмента, а именно карты МИР. Выплата денежных призов будет осуществляться в течение шести месяцев с начала проведения розыгрыша. Телефонное мошенничество на Колыме набирает новые обороты. Следователи рассказывают, что в последнее время магаданцам звонят и требуют предоставить информацию о данных банковских карт. Злоумышленники представляются работниками органов. Мошенники используют специальную программу, из-за которой звонок определяется как вызов со стационарного телефона. Следственное управление официально заявляет. Такие звонки и просьбы действия мошенников. Чтобы не стать жертвами злоумышленников, нужно убедиться, что к вам обращаются должностные лица. Если остались сомнения, можно перезвонить в следственное управление по телефону 841-32-608-640. Нельзя совершать ответный вызов на определившийся у вас номер.